Всем привет, меня зовут Ярослава и сегодня я хочу поговорить с вами о зимовке Ахименеса. Многие из вас уже знакомы с этим чудесным растением. Ну а все, кто их еще не видел, могут полюбоваться этими замечательными фото селекционера из Румынии Сержа Салиба. Серж выводит новые потрясающие сорта не только Ахименесов, но и других гиснейревых. Но именно Ахименесы принесли ему мировую известность. Вы видите, насколько они великолепны. На каком-то форуме девочки их называли Афигенесы. И в чем-то они, конечно, правы. А это мои самые первые Ахименесы. На них я учусь и тренируюсь. Миниатюрный и стандартный сорт. Итак, как же зимуют Ахименесы? Когда световой день сокращается, примерно в сентябре-октябре, нужно потихоньку сокращать полив и прекратить подкормки. Как только растение начнет засыхать, полив прекращаем полностью. Ждем, пока вся наземная часть засохнет. Не надо спешить обрезать Ахименесы, так как в это время резомы еще созревают. И от верхней части растения они получают питательные вещества. Ну а когда все веточки засохнут, можем браться за дело. Проверяем, что у нас здесь есть. Достаем то, что легко достается. И внимательно просматриваем, что в горшочке еще этот сорт нарастил. Ну, в принципе, это миниатюрный Ахименес, поэтому сильно много он у меня тут не мог резомок нарастить. Вот, но тем не менее, в всякий случай проверяем, чтобы ничего ценного не оставить в горшочке. Так, ну я смотрю, здесь больше ничего нету. Вот, а вот этот кустик мы разбираем. Смотрим аккуратно, чтобы ничего не поломать, ничего не пропустить. Вот здесь у меня, я вижу, будет три резомки. Вот это на, и такие вот маленькие шишечки. Так. Вот, две, три, даже четыре получилось. Четыре резомки у меня получилось. Аккуратно складываем все. Пакетик. Закрываем. Вот, я подписываю название сорта. И здесь у меня такая проделана. Отверстие я подвешиваю под ванной. У меня есть такие маленькие крючочки там. И у меня там они и хранятся. Там прохладно, темно. И до того момента, как они начнут прорастать, вот они вполне замечательно себя там чувствуют. Вот, и еще один у меня сорт. Тут побольше резом сохранилось. Вот они такие себе спят в пакетике. Вот с этого сорта я еще хотела вам показать. Я пробовала укоренять листья. Листики воткнула в землю. И вот мне было интересно, успеют ли они за лето нарастить резомки. Я даже не в начале лета, а где-то в середине это делала. И этот эксперимент оказался очень удачным. Потому что вот эти листики, они сейчас не очень красивые. Они уже засохшие, мертвые. Вот, но я хотела вам показать, просто сохранила их с листиками, как вот здесь внизу образовалась маленькая резомка. Вот, то есть, смело можно укоренять листики архименеса. Вот, и за лето у вас уже получится с этого листика готовая резомка. Вот, ну, сейчас я аккуратненько удалю эти листики. Как-то хотела вам показать. А резомка у меня пойдет ко всем остальным. И второй. Вот тоже такой старенький уже. Сейчас не листик, вот, но резомка белая вполне приличная. Вот, листики я уберу. Эту резомку ко всем остальным добавлю. Вот, закроем пакетик. И они у меня будут дальше зимовать. Это все. Игразываем. Время от времени проветриваем пакетики и проверяем, не подпортились ли резомки. Так мы их храним до весны, пока они не начнут прорастать. Все таким образом все мои архименесы готовы к зимовке. Очень удобные растения. Целое лето они вас радуют пышной кроной, красивым, ярким цветением. Вот, а зимой все мои три вазона помещаются вот в одной ладошке. Очень удобно. Занимает совсем мало места. Ну, а весной, когда они прорастут, их можно будет посадить и уже вынести потом на балкон. Там уже им будет раздолье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok